О марке Сан Йонг мы обычно слышим в контексте рассказа об очередных проблемах. Корейский бренд сейчас принадлежит индийскому концерну Mahindra, но владельцы давно отказались финансировать деятельность корейцев. Попытки продать компанию тоже никак не ладятся, сорвалось уже две сделки. Сейчас на очереди еще два кандидата, в числе которых производитель нижнего белья. В общем, ситуация трагикомичная, но Сан Йонг не падает духом и даже продолжает разработку моделей, хоть и непонятно на какие деньги. И вот на прошлой неделе состоялась премьера нового кроссовера под названием Torres. У него весьма брутальная внешность, но на самом деле это типичный кроссовер. И в модельной гамме он займет место ниже рамного внедорожника Rexton. Однако полный привод у него, само собой, есть. Под капотом у модели турбомотор на полтора литра и 170 лошадиных сил. Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом. В списке стандартного оборудования немало опций, в том числе система активной безопасности, вроде удержания в полосе, автоторможения и так далее. При этом всем стартовая цена на Torres в Корее в пересчете на рубли составляет 1 200 000, а за топовую версию просят 1 350 000.